Доброе время суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл передач «Технологии управления», который веду я, Артем Богач. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, специалист по развитию стартапов малого бизнеса Александр Сучков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, о специфике своих тренингов. То есть, какая цель у этих тренингов, кто их посещает, что вы на них преподаете? Посещают в основном люди 22-27 лет. То есть, молодежь. Да, которая уже, как правило, либо закончила вуз, либо вот-вот закончит. Многие уже попробовали поработать где-то на какого-то работодателя. Поработали, поняли, что так не хотят, хотят работать на себя. По сути, ищут некую помощь, с чего лучше начать, какие ошибки не сделать. Для этого и приходят ко мне. То есть, по сути, это активная молодежь, люди, которые хотят открыть свой бизнес. Да. Но на самом деле не столько бизнес хотят открыть, сколько хотят финансовой свободы. Причем они не метят куда-то в миллионеры, они хотят сформировать какой-то пассивный доход, порядка 200 тысяч, и вот до этого рубежа хотят дойти. Ну и, соответственно, и вы им каким-то образом помогаете. Конечно. Ну, интересно, каким? То есть, что вы делаете для того, чтобы им помочь? Для начала я снимаю страх того, что бизнес – это сложно, что деньги зарабатывать нужно обязательно потом, кровью и трудом. То есть, сначала… Начинаем с такими убеждениями. Да, ну, сплошь и рядом. То есть, даже если человек вслух говорит, что, ну да, я верю, что бизнес – это просто, внутри чувствуется, что он верит, что все не так просто. И вот это, конечно, нужно перебороть. Потом даем теоретическую основу. Какие здесь первые шаги, что такое нишевание, как правильно, там, элементарные вещи даже, как правильно формировать заголовки, где находить первых клиентов, как проводить оплаты, как регистрировать юрлицы, ну и так далее. В общем, все в теории. То есть, получается, что начиная с изменения убеждений, да, создания позитивных убеждений, там, о бизнесе, о себе, о деньгах, до, ну, непосредственно каких-то основ бизнеса, да, то есть, уже что делать, как этот бизнес вести. Когда люди начинают действительно руками что-то делать, там возникает 2002 вопроса, ну и дальше мы уже людей ведем непосредственно с их проектами. То есть, мы помогаем с юридической стороны, с бухгалтерской стороны. Постоянно есть возможность горячей линии позвонить, любой вопрос по бизнесу задать, ну и так далее. Там огромное количество опций. Да, то есть, получается, что вы вначале проводите тренинг, да, как-то даете людям такой волшебный пинок, а потом еще и поддерживаете, то есть, даете такой определенный консалтинг. Да, вот мне кажется, вот второе как раз намного важнее, потому что получить пинок и там какую-то первичную информацию можно и в интернете. То есть, я уверен, что вот просто щелкая ваш канал, слушая выступление, уже будет достаточной информации для того, с чего начать. А вот дальше очень сложно, когда рядом нету плеча, на котором можно было попереться. Ну да, действительно, информации сейчас много, но в то же время люди все равно ищут, да, ищут кого-то, кто может быть действительно взял за руку и провел. Да, то есть, именно этого хотят люди, ну потому что, да, есть какие-то страхи определенные, какие-то ограничения, и да, пинок получить мало, я согласен, а важно вот такая постоянная стабильная поддержка. Много ли прошло людей через ваши курсы? Порядка четырех тысяч. Ну это так достаточно большое количество. Да. Александр, есть ли какая-то статистика, то есть, сколько из них создали успешный бизнес, достигли своих целей, создали у себя пассивный доход? Мы, к сожалению, не с первых дней нашей работы вели такое подпостоянное общение с выпускниками, поэтому у меня есть контакты только двух тысяч людей, последних, ну приблизительно двух тысяч. Из них 27%, ну то есть по нашей официальной статистике, 27% из них увеличили доход в три раза в первые полгода, а 2% из них увеличили доход в 10 раз в первые полгода. Понятно. Ну это, да, хорошие цифры, впечатляющие. Ну хотя тут тоже такой кроется небольшой нюанс. Ну то есть, скажем, если у человека был доход там 100 тысяч в месяц, то если он увеличился в 10 раз, то это там миллион. Как правило, мои программы, они достаточно дешевые, потому что они ориентированы в основном на студентов, у людей, у которых в принципе нет денег. Ну то есть небольшой доход, ну и соответственно они открывают, ну пусть даже какой-то небольшой бизнес, но свой, да. Ну например, там что-то стали продавать, да, там открыли какой-то, может быть, отдел, там что-то, Xerox поставили. Я считаю, что... Специфика бизнеса какая? Первый мой результат, это когда человек зарабатывал, например, тысячу долларов, стал зарабатывать 3 тысячи долларов, тоже немного, но эти 3 тысячи, они идут без его участия в времени. То есть он живет как хочет, а деньги капают. Ну 1 тысяча, 3 тысячи долларов, да, то есть хорошо. Ну и получается, что ты учишь ребят, ну не просто начать что-то делать, а построить систему, да? Да. То есть непосредственно построить бизнес, то есть пусть он маленький, пусть небольшой, но причем, чтобы это был действительно бизнес, ну как вот, как бизнес-система. Да, как бизнес-система, некое автономное существо, которое при желании дальше можно будет продать, можно будет масштабировать, можно будет просто оставить в таком состоянии и начинать что-то новое. То есть я учу как раз некую автономность, потому что пока это завязано только на тебе, с этим ничего сделать нельзя. Ну да, это очень хороший подход, правильный, ну и как раз это и называется бизнес, да, потому что если человек занят сам, то это, ну опять же, еще одна работа, ремесло, да. Предпринимательство, да. Ну предпринимательство, да, то есть, а тут уже бизнесмен, есть бизнес. Ну и действительно бизнес и продать можно, да, и, ну и опять же, работа и деньги приносит, пассивный доход обеспечивает, что здорово. Ну есть ли какие-то, может быть, результаты, ну что можешь сейчас рассказать, поделиться, ну как-то гордишься за этих ребят, может быть, какие-то успешные примеры, там, бизнеса, ну там, может быть, известные бренды это уже стали, что-то такое. Нет, вот таких вот известных брендов нету. Мне кажется, что вот именно погордиться можно тем, что мои люди, они пропадают. То есть у меня действительно, тоже по официальной статистике, 30 моих выпускников пропадает в каком плане? Они уезжают куда-нибудь отдохнуть, например, там, покататься на сноуборде. Месяцок катаются, вроде сезон заканчивается, мы говорим, возвращайся. Он говорит, ну да, вот я сейчас еще в соседнюю страну съезжу, потом в соседнюю, потом в соседнюю, и уже все, и не возвращается. И мне кажется, что это здорово, что люди находят себя, то есть они, вот про такого человека можно сказать, что он действительно финансово свободен. Он делает, что хочет и живет, где хочет. Ну да. Ну и надо отдать должное консультанту, потому что это же и есть результат консультанта, когда клиент может уже работать самостоятельно, работать сам, ну и, по сути, уже не нуждается в консультанте. Александр, скажи, ну вот про убеждения начал говорить в самом начале. Ну, можешь привести вот несколько примеров, там, негативных убеждений, ну, опять же, позитивных, ну и, может быть, дать какой-то экспресс-совет нашим зрителям. Ну, то есть, как изменить у себя одни убеждения, но другие по ним поменять? Много по России езжу и заметил, что, в принципе, люди не любят деньги, как-то непарадоксально. Странно, да? Странно, действительно, потому что, ну, условно, человек работает на заводе, получает какую-то зарплату, он получает деньги, и изначально их получается негативом, то есть понимает, что денег мало, что он вроде как заработал больше, и сразу негатив. То же самое момент, когда расплачиваешься, тоже деньги отдаешь, и тоже получается негативное столетие, то есть ему жалко отдавать денег. И получается, что деньги связаны с двух сторон какими-то негативными, такими негативными паттернами. Ну, и, как бы, наш организм, он адекватен, он от всего негативного отстраняется. И поэтому, в принципе, человеку некомфортны деньги. У меня была ситуация недавно, ну, в общем, нужно было из точки А в точку Б перевести некоторые суммы, и я ехал с оградниками. Люди не знали, что они везут, и на одной из заправок мне нужно было открыть сумку, достать деньги, ну, и расплатиться за бензин. И вот я открываю сумку, здоровый дядька, такой, два меня в плечах, профессиональный телохранитель. Мне кажется, его ничего не может выбить из клеи, и тут он увидит, что у него сумка денег на руках, он потеет, у него трясутся руки. Неоднократно, когда у моих студентов успешные проекты, то есть они, например, собирают какую-то турпутевку куда-нибудь, там такие, есть волшебный день, когда клиенты приносят деньги. И вот они мне звонят... День денежного потока. День денежного потока, да. И вот они мне звонят, там полмиллиона, миллион рублей собрали, звонят и пугаются, говорят, что мне делать с этими деньгами, куда мне их нести, что мне снять, то есть, может быть, мне их обратно вернуть. То есть, ну, казалось бы, да, сиди и радуйся, клиенты деньги приносят. Причем, то есть, приносят с улыбкой, потому что они понимают, что платят явно меньше, чем такая стоимость на рынке. Сиди и радуйся. Нет, звонят, паникуют, переживают, и это сплошь и рядом. Ну, то есть, есть у людей такое убеждение, ну, что боятся денег, да, получается? Да. Хотя деньги надо любить, деньги надо притягивать, да. И, кстати, когда ты говорил о том, что, ну, действительно, такое бывает, что люди даже денег получили, ну, там, скажем, положили их на счет, да, там, либо на карточку, и уже боятся, не пускают их в оборот, то есть, пусть деньги сохраняются, пусть лежат. То есть, жалко кому-то отдать. И вспомнил, я в свое время проходил курс дистанцию у Николая Ивановича Козлова, там есть такое упражнение «Финансовый учет». Ну, и там записываешь приходы, расходы денег, ну, и там, в частности, есть такое упражнение, что с каждой купюрой, ну, которую расплачиваешься, попрощайся с ней, то есть, скажи «До свидания», каждая, которая к тебе приходит, поздоровайся с ней. То есть, ну, и, соответственно, и порадуйся, да, и порадуйся, когда отдаешь, и порадуйся, когда получаешь деньги. Ну, потому что деньги, они любят движение, да, то есть, деньги же это такая определенная энергия. Да, конечно, мои студенты, они тоже разговаривают с купюрами. Тоже разговаривают? Да, это действительно, это меняет отношение к ним. То есть, вот просто достать из кошелька купюру, поговорить с ней, а как-то меняется вообще отношение ко всем купюрам в кошельке, и хочется, чтобы они там умножились, плодились. Да, со мной недавно расплатились купюрами по 500 фунтов английских, и вот такая приятная купюра, с ней так приятно разговаривать. Да, соглашусь. И, ну, опять же, вот тот самый экспресс-совет какой-то, каким образом менять убеждения? Боюсь, что самый лучший способ поменять убеждения – это заработать денег. Как это, может быть, не банально или глупо звучит, но пока ты вот в руках не поддерживаешь пачки денег, ты не сможешь с ними подружиться. Вот, или я просто не знаю какого-то другого способа. Ну, то есть, заработать денег, заработать денег, ну, как-то и, ну, почувствовать, принять их, да? Да, заработать денег, почувствовать их принять и сделать себе какой-то подарок. То есть, вот не ударился в эту вечную гонку деньги ради денег, а заработал денег и сделал себе что-то приятное. Кто-то, не знаю, кто-то машину любит, купить себе машину, кто-то отдыхать, кто-то там одежду, ну, в общем, любимую девушку в дорогой ресторан сводить. В общем, пустить деньги на какую-то приятность для себя любимого. Ну, то есть, в бизнес не надо продолжать вкладывать? Надо продолжать вкладывать, но только не ударяться в некий фанатизм. Когда, там, получил какую-то прибыль, и из них, там, 90% обратно в бизнес, а на 10% ты живешь. Ну, мне кажется, надо совсем наоборот. То есть, вот 10% дальше в оборот, а на 90% ты уже живешь. Ну, хотя, вот, не помню даже, кто ли Киосаки это писал, что, ну, то есть, якобы, вот вы имеете какую-то сумму, заработали ее, ну, надо ее проинвестировать, чтобы получать пассивный доход, и вот уже с этого второго пассивного дохода, то есть, тратить на себя, а так, что пусть деньги работают вот как раз ради самих себя. Ну, да, я еще рекомендую, ну, 10% мы всегда вкладываем обратно в оборот, 5% на какие-то такие, ну, то, что в России называется на черный день, или то, что мы называем на счастливый день, то есть, некий балласт безопасности, потому что у нас Россия такая не очень, не самая стабильная страна, и вот когда есть, значит, некий балласт, такой матрас, подушка, вот, жить намного спокойнее. Ну, и еще 5% в благотворительный. Ну, и опять же, вот на счастливый день, да, наверное, то есть, все-таки не на черный, ну, там, на радости какие-то жизненные, да, ну, то есть, на счастливый день. Хорошо. Александр, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие качества должны быть присущи молодому предпринимателю? То есть, ну, чтобы человек был успешен в бизнесе, какими качествами он должен обладать? Ну, безусловно, вера в себя, и второе, наверное, не менее важно, я не знаю, как это сказать по-русски, но вот некий навык подниматься после того, как упал. Ну, чудес не бывает, не бывает. То есть, бывает, конечно, но не так часто, чтобы ты что-то начал и сразу взлетел. Чаще всего ты что-то начал, не получилось, упал, поднялся, упал, поднялся. И вот это такой постоянный процесс. И должен быть вот какой-то внутренний навык подниматься с колен после падения. Это очень важно. Все остальное, конечно, хорошо, когда ты умеешь общаться. Конечно, хорошо, когда ты чувствуешь денежные потоки. А, конечно, хорошо, когда ты чувствуешь клиента. Но все это второстепенно. Если есть желание, если ты умеешь подниматься, все остальное приложится. И так, то есть, самое главное, найти в себе силы встать и продолжать делать свое дело, да? Да. То есть, как бы тебе ни было плохо и больно падать, да? То есть, найти в себе силы и... Причем, со стороны, если у тебя все получится, вся толпа будет на тебя завидовать, говорить, вот, наворовал, какой плохой. А если не получится, все будут тыкать пальцем, говорить, ну вот мы же говорили, мы же тебе говорили. Ну, так вот у нас народ. Поэтому... Ну, да, то есть, всегда есть люди, которые, ну, и будут и завидовать, и будут как-то укорять, и говорить, что вот нечестно заработал. Ну, и тоже, да, одно из убеждений, наверное, которое мешает, что большие деньги нельзя там честно заработать. Есть тоже такое негативное убеждение. Хотя есть тысячи людей, которые доказывают, что можно, и зарабатывают. Конечно, мы когда там, не знаю, вот общее убеждение, если там молодая девушка едет на машине, там, дороже 10 миллионов, ну, мы все понимаем, что про нее думают. Из личной практики могу сказать, как раз с этими девушками я общаюсь в клубах, в барах, они вот из моего окружения. 9 из 10 они делают это своими мозгами, своими головой. Есть, конечно, люди, на которых деньги просто там от родителей еще от кого-то откуда-то падают, но их меньшинство. Большинство людей просто понимают, что сейчас в России очень вкусное время, сейчас просто непаханное поле возможностей и просто берут деньги. Ну, да, действительно, сейчас время, когда очень много возможностей, ну, и было бы желание, да, ну, и причем есть даже такая метафора, что денег вот так много вокруг, да, что они лежат везде. То есть надо только, ну, где-то вовремя нагнуться и их взять. Вот и все. Именно поэтому программа у меня называется «Дай себе денег». То есть там мы не зарабатываем, мы их не получаем, мы просто их берем. Они действительно лежат везде и возможностей полно. То есть я не застал лихие 90-е, я был слишком мал в это время. Но говорят, что тогда тоже было много возможностей, но там нужно было еще как-то выжить. Вот это вот не всем удавалось. Тогда, наверное, было больше-больше риска, чем сейчас. А сейчас, как бы, возможностей такое же количество, только никаких сложностей нет. Пожалуйста, бери. Ну, да. Ну, и даже, может быть, и больше ресурсов где-то. Да, причем вот это тоже устоявшееся убеждение, что наше государство душит малый бизнес. Вот я из практики могу сказать, что совсем не душит. Пусть там капелька в море, но как минимум наше государство не мешает. Это уже большая помощь. Да, действительно. Ну, и причем я знаю сам, приходит в эту студию предприниматель, которому государство помогло. То есть благодаря именно субсидиям открыли бизнес. То есть пусть небольшой, пусть, но работает, работает. И тоже благодаря вот этому первоначальному капиталу, которое дало государство. Так что государство действительно помогает. Да. Александр, ну и в окончании нашей передачи какой-то совет людям, которые хотят открыть свой бизнес, но почему-то еще не могут это сделать. Для начала определиться с каким-либо товаром, не пытаться найти, вывести на рынок что-то новое, эксклюзивное, потому что это продать всегда сложнее. А наоборот взять какой-то либо товар, либо услугу, чего на рынке много. Если этого на рынке много, значит там есть денежный оборот, значит клиент знает, что это такое, и поэтому нужно влезать именно сюда. То есть вот видите, таксистов много, значит можно открывать там новый телефон такси, например. Ну и все. То есть выбрал нишу и сделал запуск. Если очень сложно, когда у тебя нулевой стартовый капитал, очень сложно уйти в минус, потому что в принципе ты все равно ничего нет. У тебя все равно ничего нет, да, и поэтому потерять ничего нельзя. Другое дело, что первый запуск может не получится запустить такси, получится сделать доставку Макдональдса на дом, например. Не получится и это, получатся клининговые какие-нибудь услуги. Ну и так далее, перебором обязательно что-то одно выстроить. Это я вспомнил Юрий Мороз, даже говорил, что я запрещаю вам открывать бизнес с каким-то первоначальным капиталом. То есть ваш первоначальный капитал – это ваша голова, ваши руки, ну и там, скажем, принтер и бумага, да, чтобы… Ну и да, еще и доступ к интернету важен. Ну да, в наше время еще важен доступ к интернету. Ну то есть получается, что, опять же, что надо просто принять решение и начать что-то делать. Причем после моих тренингов всегда очень хотят быстро уволиться с работы, я даже это запрещаю делать. Не увольняйся с работы, мы продолжаем работать. Увольняемся с работы только тогда, когда дополнительный охот будет хотя бы в два раза больше зарплаты. Продолжая работать на работодателе, можно бизнесом условным, это еще не бизнес, это такое маленькое предпринимательство. Заниматься вечерами, выходные дни. Да, там первые полгода поменьше спать будет возможностей, поменьше времени на девушку, но зато более стабильно и ровно. Если там сейчас уволятся, то вполне возможно, что после там, через два месяца нужно будет снова устраиваться на работу. Хорошо, хорошо, Александр, спасибо за то, что пришли к нам, спасибо за то, что поделились, рассказали. Ну, я желаю успеха вам, желаю успеха тебе и тем людям, которые приходят к тебе на тренинги, конечно же, чтобы они открывали свой бизнес и получали свой стабильный, пассивный доход. Спасибо вашему каналу за то, что вы делаете. У нас в гостях был Александр Сучков, бизнес-тренер, специалист по развитию молодых стартапов. Александр рассказал нам, что нужно иметь желание и обязательно вы достигнете своих целей и создадите свой бизнес. Создавайте свой бизнес, да пребудет с вами богатство. До свидания. Продолжение следует...